Всем доброго дня! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я нахожусь на улице Щипок. Да, есть такая улица в Москве. У меня есть видео об этой улице, где я подробно рассказываю ее историю. Но сегодня меня здесь интересует одно здание. А именно, здесь была построена больница Крупеческого общества, которая получила название в честь императора Александровская. История ее создания была довольно долгой и трудной. В 1873 году на собрании выборных Московского Крупеческого общества было принято предложение об устройстве больницы в Москве на 50 человек. И больницу было решено назвать Александровской в память из лечения от тяжелой болезни от ТИФа наследника цесаревича Александра Александровича. Для осуществления этого проекта была создана специальная комиссия. И в том же году собрание выборных Московского Крупеческого общества поручило архитектору Каминскому изучить и обобщить опыт строительства больничных зданий. И эта комиссия потратила много времени и усилий, подыскивая подходящие для строительства участок. И с этой целью были приобретены два участка в Хамовнической и в существа частях Москвы. Однако в конечном итоге было принято решение строить больницу на участке купленном Московским Крупеческим обществом у потомственного почетного гражданина Солодовникова, который был прямым наследником Солодовникова у строителя богодельни и училища, которые были рядом. Ну и Каминский составил восемь вариантов проекта планировки создаваемой больницы. Новое здание проектировалось таким учетом, чтобы в нем в случае необходимости можно было разместить дополнительно еще сто человек. В 1886 году собрание выборных Московского Крупеческого общества поручил архитектору начать строительство здания Александровской больницы. Для этого понадобилось снести два фабричных корпуса, которые были на этой территории. Первоначально новую больницу предполагалось строить по павильонной системе. Причем в соответствии с тогдашними нормами каждая палата должна была иметь три наружные стены. По проекту Каминского больничные корпуса состояли из четырех павильонов. Два для городских больных и два для предзреваемых, направляемых Московским Крупеческим обществом. Этот проект возник после поездки Каминского за границу. Он посетил Берлин, Лейпциг, Париж и другие европейские города. Затем проект заглох почти на 10 лет. В 1887 году главным врачом Александровской больницы стал действительный статский советник Алексей Васильевич Добров. С 1864 года и до смерти в 1896 году он состоял врачом при Солодовнической богодельне. И с 1866 по 1892 год он безвозмездно нес обязанности врача при Солодовниковом училище. И вот ему дали еще и эту устраиваемую новую больницу по соседству. Он приложил все свои старания к тому, чтобы больница была устроена согласно последним на тот момент требованиям медицины и дидиены. Каминский составил новый проект на основе советов докторов Доброва и Клина. И реализовал в нем несколько принципов. Комфортное устройство палат с изобилием света и воздуха. Распределение больных по этажам в соответствии с характером заболевания. Изоляцию гнойных. Отсутствие столовых при отделении для лежащих, которые доставлялись в палаты. И наличие просторных залов для прогулок ходячих больных. К концу зимы 1887 года больничные здания были возведены. От лета 1888 года больница на 50 мест была готова, но не могла отрыться из-за неутвержденного устава. Ну и в октябре 1888 года произошло крушение в Борках. И в честь чудесного спасения царской семьи было решено увеличить больницу еще на 50 мест. В итоге больница была открыта лишь в 1891 году. Добровым устроена вся медицинская часть больницы. Им составлен устав и штаты больницы. При открытии больницы насчитывалось 86 штатных коек. Из них 36 было устроено за счет пожертвований семьи шелдоторговца Сторожева. А потом в 1991 году было построено еще 50 коек в честь спасения царской семьи. А потом стало возможно добавить еще 14 мест на пожертвования почетной гражданки Малютины. Вот такие раньше были пожертвователи для больницы. Ну и вот это здание больницы, такой вот двухэтажный дом с изящным крыльцом и два симметричных крыла, которые немножко выдаются вперед. И таким образом как бы образуют такой вот парадный двор, находится вдоль красной линии на улице Щипок. В каждом из этих крыльев размещалось по две просторные палаты, разделенные лестницей и подсобными помещениями. Центральная часть каждого корпуса была занята операционными кабинетами врачей и столовой. На первом этаже было мужское отделение, на втором – женское. Приемный покой был в полуподвальном помещении, там же была водолечебница и склады. При постройке больницы были применены тогдашние все современные передовые методы строительства, например, подвалы были перекрыты железобетонными сводами системы МОНЬЕ. В этой больнице лечили бесплатно больных без различия званий, состояния и пола не моложе 16 лет, христианское исповедание, а также страдавших хроническими заболеваниями. Фактически это был приют для хронических и неизлечимых больных, который должен был разгрузить другие купеческие богодельни от тяжелых обитателей, которые по старости или неизлечимости болезни требовали постоянного ухода и частой врачебной помощи. Сегодня таких больных помещают часто в закрытые интернаты или дома престарелых. Ну вот такая история этой больницы на улице Щипок. Я надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. А я вас всех, как обычно, благодарю за просмотр и приглашаю подписаться на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А я желаю вам всего самого-самого доброго. Берегите друг друга, здоровья вам, терпения и спокойствия. Пока-пока. До встречи. Ну, естественно. Так, как же без этого он должен был здесь проехать. Так, как же без этого он должен был здесь проехать. Так, как着ите то, где будет общаться. Не знаю. И даже тихо сега думаю. Продолжение следует. Паминания стоит. Ну, естественно, так же без этого он должен был здесь проехать. Продолжение следует...